Привет всем! Вы на канале Велори Лайф. Сегодня я хочу сделать небольшое видео о своих покупках с всеми известного сайта Алиэкспресс. На этом сайте так получилось, что я заказала достаточно много всякой мелочевки, и она начала потихонечку приходить, и чтобы не делать одно огромное, долгое, длинное видео, я решила его разделить на несколько видео, я так думаю, что, наверное, видео 3-4 получится. Так что сегодня я вам покажу, что уже пришло, что мне очень понравилось, а что, ну так, разочаровало, скажем так. Всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Я начну с крупных покупок, это сумки. Первая сумка, которая ко мне пришла, это была вот эта розовенькая сумка. Я специально ее еще особо не распаковывала, для того, чтобы показать, как хорошо она была упакована. Пакетик. Хлопчатобумажная сумочка. И внутри вот такой пузырь. Наконец-то я его достала, и могу от него избавиться, и могу уже пользоваться этой сумкой. Да, и еще была маленькая записочка. Спасибо за заказ. Если вам понравился, понравится, мы будем радоваться... Ой, столько швых. Ну ладно. Будут радоваться моим следующим заказом. Что я могу сказать об этой сумке? Сумка выполнена очень качественно. У нее очень мягкий материал. Конечно, это кожзам, хотя я заказывала и кожаные сумки с сайта Алиэкспресс, но это было давно. Сзади вот такой карманчик. Наверное, сюда поместится телефон. Да, вполне вместительный карманчик. Внутри еще очень маленький карманчик, и я могу сказать, что она довольно вместительная и очень хорошо смотрится на лето. Супер-супер выбор. Мне она очень понравилась, и учитывая, сколько она стоит, поверьте, она стоит своих денег. Прекрасная, мне нравится качество, и мне нравится скорость доставки, потому что обычно товары с Алиэкспресс к нам в Канаду идут минимум месяц. Эта сумочка пришла, наверное, через две недели. Так что спасибо продавцу, я рекомендую. Вторая моя сумка из войлока. Эта сумка идеально подойдет на осенний-зимний сезон, потому что у меня очень много верхней одежды примерно в такой цветовой гамме. Она очень качественно прошита, очень хорошо сделана, нет никакого запаха, но сразу могу сказать, я не знаю, как она будет носиться. Возможно, ручки вот здесь и поотрываются со временем, и возможно, если ее носить каждый день, то она затрется. То есть для ежедневной носки нужно брать свет чуть-чуть потемнее. Впереди вот такой карманчик, небольшой, куда можно положить телефон. Она закрывается на молнию, что немаловажно, потому что у меня есть много сумок такого формата, который не закрывается на молнию. И внутри у нее также есть небольшой кармашек, но и больше она не разделена на несколько отделений, то есть полностью пустая сумка а-ля мешок. Неплохая сумка, я ничего не могу сказать плохого на данный момент, потому что еще ее не носила. На первый взгляд сделана качественно. Как она будет носиться, ну посмотрим. Ну и третье мое приобретение из серии сумок, это вот такой рюкзак. Рюкзак сделан довольно-таки качественно, то есть он качественно прошит, у него неплохой материал, он ничем не пахнет. У него два отделения. Первое, такое небольшое с карманчиком, и второе, более глубокое, также с небольшим карманом. Как обычно в рюкзаках, уплотнение для спины, ну и ручки. Рюкзак неплохой, но также у него и цена немаленькая. Он стоит 22 канадских доллара. Я не знаю, сколько стоят рюкзаки в Канаде, но я думаю, что за 22-25 долларов тоже можно найти неплохой рюкзак. Так, если в вашей стране рюкзаки дороже, то, конечно, есть смысл заказывать его на Алиэкспресс. Но дороговато, мне так кажется, что дороговато. Хотя я, честно говоря, как уже сказала, не знаю, сколько у нас стоят рюкзаки. Может быть, они стоят дороже. Неплохой рюкзак, сделан качественно. Доставка была примерно три недели. Ну и теперь быстренько пробегусь по мелочевке. Я заказала себе батарею на свой фотоаппарат. И, ребята, что я вам хочу сказать. Батарея стоит 15 долларов, примерно так. 15 канадских долларов. То есть, наверное, это где-то 12 американских. Плохая батарея. Вот так вот, честно вам хочу сказать. Ее хватает раза в 4, в 5 меньше, чем батарея Nikon. Я брала на свой фотоаппарат Nikon D3100. Я сделала видеосъемку, не длинную, и она разрядилась. Не до конца, но она разрядилась. Я ее буду использовать только как запасную. Если я натолкнусь на батарею Nikon, то я обязательно куплю батарею Nikon. Дальше. Небольшой аксессуар для моей собаки, потому что предыдущий ошейник разобрали на детали. Это светодиодный ошейник. Чем он хорош? Ну, только тем, что он светится. Хлипенький. Ну, правда, и цена у него, я укажу здесь какая цена, вроде бы в районе 2-3 долларов. Он очень дешевый. То есть, этот ошейник можно использовать только для подсветки. Как основной, если у вас большая собака, он не выдержит какой-нибудь резкий рывок. И я думаю, что вот это кольцо разорвется. Также я заказала две вот такие интересные жидкости, которые... Это не лак для ногтей. Это так... Хотя написано, что это лак. Вот, мы китайцы. Это такая жидкость, которая позволяет вам аккуратно красить ногти. То есть, если вы до сих пор не умеете красить ногти, аккуратно красить ногти красным или ярким лаком, то это ваше спасение. Вы наносите эту жидкость вокруг ногтя, красите сам ноготь, и потом пленочкой отдираете, и ноготь у вас аккуратно накрашен. Также я заказала себе лак для ногтей. Он был очень классно упакован. Вот смотрите, то есть разбиться ему было нереально. Обычный зеленый перламутровый лак. Как он носится, я еще не знаю, потому что ногти не красила. Он вчера вроде бы ко мне только пришел. Ну, запах, вы знаете, какой-то... Мне кажется, наши лаки канадские чуть-чуть по-другому пахнут. Но неважно. Чем интересен этот лак? Ну, конечно, своим цветом. Но этот лак идеально... Ну, можно и так, конечно, наносить на ногти, будто у вас такие перламутрово-зеленые ногти. Но он идеален именно для рисования и для принтов. К сожалению, у меня еще не пришел набор принтов. Как только он придет, я обязательно вам покажу, как вот это работает. Ну, вот и все, мои дорогие. На сегодня это все мои приобретения с сайта Алиэкспресс. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео о моих покупках с Алиэкспресс. В этот раз я была в ударе и заказала столько всякого. Про всякого. Ужас. Но там действительно магазин тысячи мелочей. Можно найти все. Вот у меня только появляется идея. Я сразу проверяю, есть ли это на Алиэкспресс. И действительно, на многие товары цены намного ниже. А если вы посмотрите любой товар, приобретенный в магазине, в обычном, то как ни крути, там написано Made in China. Ну, так зачем переплачивать? Хотя вопрос спорный. Ну все. Теперь пока. До новых видео.